в прошлый раз мы настроили статическую маршрутизацию у нас все работает на этот раз мы настроим динамическую маршрутизацию но вначале просто установим динамическую маршрутизацию чтобы не писать лишние таблицы а потом аналогично тому, что у нас было сделано для СТП дополнительный линк мы логический линк между 42-м кварталом и Сочи прокидем потом будем отключать линк от Донской до Сочи и посмотрим как будет ходить трафик за счет динамической маршрутизации собственно именно для этого динамическая маршрутизация и создавалась и так настройка крайне простая мы будем использовать протокол ОСПФ самый удобный наверное ну кроме цисковских проприетарных для работы в локальной сети и так enable конфигура терминал включаем роутинг вопрос я нажал вот у нас несколько протоколов роутинга есть мы включаем ОСПФ и дальше номер процесса номер процесса не обязательно один может быть произвольный но мы ставим один причем на всех маршрутизаторах ставим один и тот же номер процесса во избежание каких-то проблем он генерит идентификатор роутера по интерфейсам но мы будем задавать идентификатор сами чтобы в случае чего можно было отладить нормально мы для этого целую сеть выделили и задаем идентификатор роутера в этой сети 254.1 и подключаем собственно маршрутизируемую сеть тут нужно понимать что мы не конкретные сети которые у нас есть пишем маршрутизируем а некую шаблон темплейт который показывает какие сети можно маршрутизировать то есть все сети попавшие в этот шаблон они будут маршрутизироваться ну у нас максимальная вот такая сеть мы ее запишем ну и дальше поскольку это шаблон то у нас не префикс идет обратная или вилл карт маска и задаем ария разбивается как вы помните осп на области нулевая область самое главное весь трафик пойдет через нулевую область write mem ctrl z write mem и посмотрим что у нас состояние какое оспа show ip osp вот он включен все параметры выданы освещены соседей посмотрим соседей нет и роутинг посмотрим ну вот мы видим voting у нас или непосредственно подключенные сети Или статический роутинг прописан Или роутинг по умолчанию Тоже статический Давайте мы подключим На 42 квартале Enable Конфигура терминал Роутер OSP1 Идентификатор роутера 10 128 254 2 Сеть Такая же сеть 10.0.0 Темплейт Вилкарт делаем в сети И Ария 0 WriteMem И смотрим Show IP OSP Прилетел Нам пакет OSP И мы увидели Что у нас есть сосед Значит И Show IP Роутинг Роутинг И вот у нас OSP появились Сети Вот они Сети Которые у нас Внутри Донской Находятся Каждая сеть В отдельности Вот мы их Увидели Давайте Маршрутизирующий коммутатор Ctrl-Shift-6 Enable Опечатался Опечатался Он сразу Подумал Что нужно найти Имя сервера Конфигура Терминал Роутер OSP Номер процесса 1 Роутер IT 10 128 254 3 И Сеть Которую Роутим 10 0 0 0 255 255 255 И Ария 0 Ctrl-Z Write Show Поймали пакет И OSP Show IP OSP Nightbar Мы видим Только одного Соседа Ближайший Сосед Это Роутер 42 Квартала И Show IP Роутинг Вот У нас OSP Роутинги Появились Сохранили Ctrl-C И теперь Давайте Сочи Роутер Поставим Cisco Enable Cisco И Все То же Самое Конфигура Терминал Роутер OSP 1 Первый Процесс Мы Ставим Его Первым Можно Любой Поставить Но Мы Желательно Делаем Чтобы Он На всех Роутерах Был Поднимут Тем же Номером Роутер It 10 128 254 4 Network 10 000 Шаблон 255 255 255 Aria 0 Ctrl-Z RightMem Ну и Show IP OSP Naibor Вот мы видим Собственно Роутер На Донской Напрямую Ну и Вы можете Посмотреть Все Параметры И сравнить Как они Выглядят На разных Роутерах Ну Собственно Мы Поставили Построили Роутинг Теперь У нас Видно Какие Сети Напрямую Мы Раньше Статически Для удобства В блоке Оформляли Теперь Под каждую Сеть Отдельно Запись Есть Основная Сила Этого Роутинга В том Что Он Может Динамически Перестраиваться Собственно Ради Этого Его И Задумали Если У нас Связность Нарушается То Мы По Избыточным Линкам Соединение Восстанавливаем Давайте Мы Логический Связь Сделаем Между Сочи И 42 Кварталом Для Этого Давайте Мы Добавим Новый VLAN Conf T VLAN 7 Name Q42 Sochi Exit Интерфейс VLAN 7 Интерфейс Не обязательно Объявлять Но Мы Просто Для комплекта Это делаем Write Mem Все Show Ru Сделали Вот У нас Интерфейсы Show VLAN Это Наши VLAN Теперь У нас Коммутатор В Сочи На нем Тоже Сделаем 7 VLAN Enable Конфигура Терминал Добавим 7 VLAN VLAN 7 Name Q42 Sochi Exit Интерфейс VLAN 7 Right Man И теперь Маршрутизаторы Сконфигурим Тут Добавим Интерфейс Новый 1.7 Конфт Интерфейс F0.1.7 Encapsulation Седьмой VLAN IP Адрес В таблице У вас Есть 10 128 255 9 255 255 255 252 Description Sochi Right Right Man И То же Самое Определим В Sochi Конфт Интерфейс F0.0.7 Encapsulation Dot Q7 IP Адрес 10 128 255 10 И Маска 252 Description Q42 Ку 42 Right Man Поймали Еще Один OSP Пакет Show IP OSP Night Barhut Вот мы Увидели Что По Седьмому Волану Мы Подцепили Роутер На 42 Квартале И Теперь Значит Пропингуем Отсюда Вот Вот Этот Компьютер IP Config Ping 10 130 0 200 Ну Пошло Давайте Мы Traceroute 10 130 0 200 Вот Traceroute У нас Идет 6.1 Это Донской Это В Сочи И Собственно Сам Компьютер Ну Можно Запустить Ну Скажем N1000 1000 Пакетов Переключиться В Симуляцию И Пакеты Пошли Вот Они Идут Можно Записать Проход Пакетов Как Они Проходят Вот До Роутера До Нашего Дошли Ну И Фактически Роутер Направил В Сочи Пакет Пошел Сюда Пошел До Роутера В Сочи Доходят Там Он Отправляет Собственно К компьютеру Итак Это тот Путь Который Мы Собственно И Планировали С самого Начала Так Теперь Сделаем Следующее Вот Вот У нас Пинки Идут Мы На этом Компьютере Уберем Шестой Влан Но Это Будет Соответствовать Тому Что Мы Оборвали Провод Конфт Но Влан 6 Провод Оборвали И Все Прекратился Пинг Если Если бы Роутеры были Напрямую Включены Без Коммутаторов То Они бы Сразу Почувствовали Что Пропала Связь И Начали бы Пересчитать Маршруты В данном Случае Поскольку Они Через Коммутаторы Подключены Они Не Видят Пропавшую Связь И Они Просто Через Некоторое Время Перепосылают Пакеты И Перестраивают Маршруты Давайте Трейсрут Посмотрим Вот Видим Что У нас Пошло Через 42 Квартал Ну Мы Это Можем Явно Посмотреть Плей Пошел Пакет Кабель Прямой На Сочи Оборван И Вот Он Пошел Через 42 Квартал Это Запасной Маршрут И 42 Квартал Отправляет Обратно В Сочи Уже По Другому Кабелю По Другому Волану Чем Отправляем Ну Вот так вот Сейчас до маршрутизатора Сочи и до компьютера дойдет И до компьютера дошло. Ну а теперь восстановим. В LAN-6 восстановили и он быстро перестроился. Ну у нас не нарушался кабель. То есть он пакеты посылает через 42-й, а потом автоматом переходит на прямой путь. Давайте трейсер сделаем. Вот пока через 42-й идёт, то есть нужно подождать нам, когда он поменяет маршрут. Вот поменял маршрут. 42-й убрался и мы напрямую опять пошли. Маршрут перестроился. Ну вот собственно для этого и создавалась маршрутизация динамическая. То есть при обрыве маршрута у нас связанность сети восстанавливается. ワッピングカウント